Приветствую всех на своем канале. Мне просто интересно, о чем думает, чем размышляет одурманенная путинская пропаганда и население. Население не может вообще включить разум, мозг. Особенно старшее поколение, я хочу сказать, мои ровесники старше, чуть-чуть младше. К Советскому Союзу были применены минимальные санкции. Минимальные. Но Союз распался. Проклятый Запад, который вы так называете, не дал, чтобы на территории Союза началась гражданская война. Помогли продуктами. Всем помогли. И распад прошел практически бескровно. Благодаря только Западу. Но никак не России и еще кому-то. А могла бы вспыхнуть ужаснейшая гражданская война. Но население это не понимает. Еще раз подчеркну. Чтобы распался Союз, нужны были минимальные санкции. Сейчас пакет санкций, такого даже мир не знает. Россияне живут по инерции. Все у них еще осталось импортное, запасы. Где-то что-то краят. Но ведь дальше больше. И еще все санкции не начали работать. А вот когда они все начнут работать. И давайте допустим самый крайний плохой вариант. Вы победили Украину. Всю победить невозможно. Ну пусть часть. Война прекратилась. И злая, пляшивая жаба Моль осталась в своем бункере. Это будет немножко хуже, чем Северная Корея. Хуже. При этом миллионы и миллионы вооруженных, озлобленных, мобиков, росгвардейцев, ментов. Что они могут натворить в этой стране? Бойтесь. Но вы не понимаете. Ждем. Или будет ужас ужасный, что я так и думаю. А то, что Украина победит, я не сомневаюсь. А еще мне хотелось сказать о благодарном населении. Спрашиваешь, за что же вы проклинаете Запад? Что же он вам плохого сделал? Или даже Украина? Сказать никто ничего не может. А вот то, что вы неблагодарные, это 100%. И когда говоришь о том, что в 22-м году не дала Америкам умереть с голоду, а еще, оказывается, в 1869-м, по-моему, голод был в России, и тогда тоже Штаты помогли. В 30-е годы всю промышленность построили американцы. Во Вторую мировую, если бы не ленд-лиз и не помощь Запада, но Союз бы проиграл однозначно. Не проиграл совсем войну, потому что такую огромную территорию с бездорожьем захватить невозможно. Ну, до Урала бы точно. Но неблагодарное население это и не помнит. И что в 90-е годы привезли продукты на 47 миллиардов долларов безвозмездно? Ватники, пришибленные пропагандой, кричат, что за все заплатили. Кто-то кричит в двукратном размере золотом. Золото это в каждой речи. Но никто, ни один не может привезти ни одну, никакую цифру. А мне хочется вам, пришибленных пропагандой, спросить. А как вы думаете, почему путинские пропагандисты и сам Путин ни разу, никогда не сказал про эту помощь, якобы, как вы говорите, что она была оплачена золотом, они молчат. Почему? И только вы. Только вы. Потому что вам засылают информацию. Потому что официально так сказать нельзя и невозможно. Это привлекут сразу же к ответственности, к большой, за ложь. Поэтому ни один пропагандист, ни в одной своей речи, никогда, нигде не упоминает ленд-лис. Вы задайте на прямом эфире им вопрос про ленд-лис. Я думаю, они просто отвечать не будут. Потому что врать такое нельзя, их привлекут, а ответить честно не смогут. Поэтому территория, где мне не повезло родиться, самая лживая, самая подлая. И все те, кто на ней живут и поддерживают дурную путинскую политику, тоже являются лжецами. Причем с отсутствием мозга, разума и всего остального. Как-то так.